здравствуйте все я хочу сегодня с вами поделиться своей историей победы над такой коварной проблемой как протрузии позвоночника ну те кто уже в курсе подобные проблемы знают сколько неприятностей она приносит и как сложно с этой проблемой справиться но и в принципе жить страдает очень сильно качество жизни с тем собственно говоря столкнулась и я после третьих родов я набрала 20 с лишним килограммов вот которые я пыталась скинуть я всегда занималась спортом поэтому первые килограммы у меня ушли достаточно легко сколько я в прошлом мастер спорта по фигурному катанию для меня это как-то особой проблемой не было я начала тренироваться по своему обычному ритму которому я когда-то привыкла ну конечно возраст был уже 29 лет было не так-то просто то есть не 15 поэтому сбрасывать вес было достаточно сложно тренировки у меня были по типу кроссфита скорее всего больше подходили ну в то время как-то всех этих фитнес направлениях было мало что известно поэтому я так анализируя ситуацию все-таки склоняясь к мысли что скорее на кроссфит было похоже я тренировалась как проклятая не знаю чем бы это все закончилось как долго бы это продолжалось у меня начала болеть спина сначала это было там остеохондроз как обычно врачи ставят диагноз ну полечили вроде отпустила через месяц повторяется потом боли стали более сильными ярко выраженными боль стала эрадировать левую ногу или не было больно ходить и в 2004 году после мрт мне поставили диагноз протрузии костничного отдела позвоночника там их было три штуки в поясничном отделе подряд врач сразу мне сказала что шеи там есть то же самое потому что они как правило идут до этого после этого начались тяжелые годы лечения соответственно это были лекарственные препараты это были врачи массажи мануальные терапевты вертибрологи но все это приносило кратковременный эффект до боль снималась на какое-то время но стоило мне начать какую-то свою полноценную жизнь в боль снова возвращалась каждый раз обострение остановились чаще дольше и серьезней во время последние годы я уже не было тяжело сидеть я не могла долго стоять не могла долго ходить вот но наверное без проблем могла только лежать это приходилось подыскивать положение когда я могла бы как-то более-менее лежать все это время я естественно пыталась продолжить работу над своей фигурой сбрасывать вес то есть подыскивала тренировки начиталась всякой ерунды в интернете ну это я сейчас понимаю что это все было ерунда тогда-то это мне казалось что ну наверное это метод который работает все наверно знают как это описывают блогеры и прочие статьи что вот-вот самый чудесный самый замечательный способ сбросить вес все будет замечательно никаких проблем не будет противопоказаний нет я прошла через пилатес йогу которая мне принесла очень серьезное обострение но об этом я чуть позже скажу и колонетика два последних вот йога и колонетика они нанесли пожалуй самый серьезный удар по моему несчастному позвоночнику после йоги я получила очень серьезное обострение вплоть до того что у меня начались головокружения частые головные боли у меня болела она не имела нога я ее просто уже подволакивала то есть мне врачи сказали ну возьми палочку ну что делать как-то надо ходить вот ну где-то наверное полгода я ничем не занималась я занималась лечением потому что нужно было как-то встать на ноги вот практически наверное уже было в каком-то я не знаю в отчаянии что ли я уже смирилась и привыкла на слабый болевой синдром внимания не обращала головные боли были самыми наверное частыми моими спутниками ну тут еще конечно же как у всех женщин после родов у меня был варикоз о котором я тоже беспокоилась заботилась ходила в компрессионных колготках нельзя то нельзя это и частыми запросами в интернете у меня были тренировки с протрузиями и варикозом ну однажды листа и вот так же ленту я наткнулась на канал и гора посмотрела тренировки я пришла в ужас то есть то все что мне говорили когда-то врачи чего нельзя делать он наоборот говорит что нужно делать естественно я прочитала все его статьи об этих проблемах и как с этим тренироваться но честно сказать что я была в шоке это не сказать ничего я не верила вот честное слово я не верила но учитывая то что вариантов на тот момент у меня не было уже никаких я решила ну что ну я все пробовал но это теперь попробую потом скажу что я попробовала все я долго читала наверно с месяц я читала видео я стала смотреть позднее когда я начала осваивать технику я никогда не занималась с железом максимум у меня были дома гантельки для пилата сокила вы по-моему по полтора килограмма вот но выпадая делала разные но практически без отягощения и тут друг штанга да ну конечно для меня жутко у него и меня же протрузии ну как я буду ну потихоньку я втянулась наверное мне все-таки повезло потому что своего тренера и свой спортзал я нашла со второй попытки мне попался очень грамотный тренер который абсолютно на сто процентов он разделял теорию не то что теорию а технику тренировок которую рассказываете егор на своем канале именно они этот тренер помог мне освоить технику я я начала заниматься на сегодняшний день я тренируюсь ну наверное год и семь месяцев не скажу что прогресс у меня какой-то там прямо супер но я хочу сказать что мне все нравилось я не уставала мне не надоедало это не утомляла и тут наверное было бы не было бы счастья да несчастье помогло как говорится однажды после тренировки на растяжке я очень неудачно потянулась я травмировала мышцу левой ноги ну травмировала сначала не обратила внимание потом пришла домой боль усиливается утром боль была уже сильная я под и она очень походила на то те боли которые были у меня когда обострялись вот эти мои любимые протрузии естественно я напугалась подумала что вот все моим тренировкам конец и этот метод не сработал я побежала к неврологу ну так знаю мой анамнез она значит во первых она удивилась что они полтора года не видела потому что пока я тренировалась у меня обострение это не было она удивилась поздала мне направление на мартен общем я пошла обреченно сделала первый шок который я получила выходя из кабинета врач говорит ночевать позвоночник то нормально нет протрусь и я так как нет куда не делись то нет не знаю я пришла к неврологу то тоже а что вы делали а когда я ей рассказала что я делал о том что я тренируюсь со штангой что делаю приседания делаю становые тяги что работе вес моей штанги 60 килограммов она меня смотрел окна дурочка она грит но этого быть не может скорее всего он самая дурацкая конечно ее теория была что мой организм просто-напросто вопреки всему адаптировался к этой нагрузке потому что это не месяц и не два это все-таки уже год и восемь месяцев или семьи я уже сейчас просто не помню вот ну как это же это же долго вот ну естественно что объяснить это на мне не могла никак ну и поскольку я работаю медицинском учреждении у меня есть возможность пообщаться с врачами вот ну как сказать в неформальной обстановке ну я пообщалась мне объяснили но что будет такого ну что такое про протрузия протрузия это компрессия позвонков то есть во фиброзного кольца позвонками она возникает не от того чтобы либо неправильно поднимают тяжести либо скорее сидят неправильно другого варианта нет и от них избавиться можно если только удастся позвать если бы физически как-то эти позвонки растянуть протрузия на уху идет фиброзное кольцо уже не лопнуло это же такое никто это жник не костенилая ткань что она может в общем-то принять положение вот если укрепить мышечный корсет вроде как все это будет ну и соответственно нужно растянуть позвонки а как растянуть никто не знает ну я рассказала свою историю врач на удивление совершенно не был шокирован он сказал на что здесь такого все правильно позвоночник перестал испытывать декомпрессию более того укрепился мышечный корсет который кстати я пыталась укрепить и йогой пилатесом и колонетика как обещали эти программы но как видите сработала только-только методы и гора и я несколько дней была в такой эйфории естественно я сразу же написала и гору о том что я вот решила эту проблему да конечно если бы у меня были грыжи на но они бы конечно не ушли протрузии у меня были не очень страшные не очень серьезные нехорошая была одна которая доставляла мне время хлопот она выбухала внутрь позвоночного столба передавливая позвоночную артерию собственно говоря она и приносила мне все эти неприятности ну не считая всяких блоков мышечных болей которые мне снимали специалисты регулярно и именно поэтому у меня не стало ничего то есть правильная техника растяжки все я делала все что говорил его абсолютно все вот я просто устала уже от этих болей и когда я начала получать результат более того этот результат был подтвержден медицинскими исследованиями ну наверное счастье мое невозможно описать я жалею что я а 2004 года мучилась только вот полтора года назад наткнулась на канал егора наконец-то я стала тренироваться правильно ну я очень надеюсь что моя история послужит серьезной мотивации для кого-то у кого сейчас есть такие проблемы кто еще думает не может решиться и сомневается надо сомневаться это работает ну в общем то это все что я хотела рассказать поделиться своей радостью надеюсь что моя история кому-то поможет до свидания всем сухой мышечной массы и силы без травм и обязательно друзья делитесь данным роликом своих соц сетях это лучшая благодарность для меня и для канала ставьте палец вверх если вам понравилось если не понравилось пишите что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк отдельная просьба кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику расскажите поделитесь в комментариях с вашими достижениями вашими результатами ощущениями я уверен что подписчикам и всем кто смотрит данный ролик это будет очень и очень интересно ну что друзья не буду вас больше грузить разной информации не забывайте что вы можете присылать свои вопросы в комментарии и я обязательно на все вопросы отвечаю вы это видели а на некоторые как вот на данный даже снимаю видео ролики спасибо за просмотр увидимся как всегда в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм